Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников. И сегодня мы разберемся с одним весьма любопытным вопросом, чем ограничена скорость полета вертолета. Ну, как известно, даже самые быстрые вертолеты классической схемы развивают скорость в районе 300-350 км в час. А самолеты летали на такой скорости еще сто лет назад, а потом они летали все быстрее и быстрее. Так что же, получается, что конструкторы вертолетов не могли ничего придумать такого, что позволило бы увеличить скорость еще. А все дело в том, что когда мы рассматриваем летящий вертолет, нам надо обращать внимание не только на то, с какой скоростью движется корпус вертолета, но еще и на то, с какой скоростью при этом движутся его лопасти. Прежде всего, концы лопастей. И получается, что лопасти вертолета в полете участвуют в двух движениях. В поступательном вместе с корпусом и во вращательном. И вот это наличие двух движений и приводит к тому, что появляется ряд ограничений на скорость, с которыми мы сейчас с вами и разберемся. Пусть вертолет раскрутил свой ротор, поднялся и завис над землей. При этом скорости вращательного движения ротора достигают максимального значения на концах лопастей. Пусть теперь вертолет движется вперед с некоторой скоростью. Эту скорость поступательного движения надо прибавить ко всем скоростям вращательного движения. В результате у нас получится вот такая картинка распределения скоростей. И она перестала быть симметричной. Скорость кольца наступающей лопасти относительно воздуха увеличилась, а скорость конца отступающей лопасти уменьшилась. И это изменение тем больше, чем больше скорость вертолета. Ясно, что дальше эту скорость наращивать не получится, потому что уже сейчас ближняя к оси половина отступающей лопасти движется задом наперед. И эта лопасть практически не создает подъемной силы. И если отступающие лопасти вообще не будут создавать подъемной силы, то тогда получится, что наступающие лопасти своей увеличенной подъемной силой будут кренить вертолет, и этой силе будет нечего противопоставить. Ну, а отсюда возникает вывод, что поступательная скорость движения вертолета должна быть в несколько раз меньше, чем вращательная скорость, с которой движутся концы лопастей этого вертолета. И давайте я буду считать, что скорость конца лопасти в три раза больше поступательной скорости вертолета. Ну, тогда отступающая лопасть будет двигаться относительно воздуха со скоростью 3v минус v, то есть 2v, а наступающая лопасть здесь наоборот надо складывать. v плюс 3v всего 4v, ну и скорости концов здесь различаются в два раза. И вот здесь возникает второе ограничение, поскольку вот конец наступающей лопасти движется относительно воздуха быстрее всего, а при этом сама лопасть должна работать в дозвуковом режиме. Это означает, что вот эта скорость 4v не может превышать скорости звука, а должна быть даже несколько меньше нее. Ну, для оценки возьмем, что 4v это скорость звука 1200 километров в час. Ну, тогда мы, чтобы узнать скорость вертолета, должны поделить эту 1200 на 4, вот и получаем 300 километров в час. А если, конечно, здесь будет не тройка, а число несколько меньше тройки, ну, тогда у нас ситуация улучшится, потому что и здесь будет не четверка, а число несколько меньше четверки. Но, тем не менее, видно, что игра происходит именно вот здесь. Чуть-чуть выигрываем, получаем не 300, а 350. И, опять же, я должен сказать, что пока что конструкция вертолета, которую я рассматривал, это классическая конструкция с одним винтом. Ну, и вот результаты, которые мы для нее получили. А дальше начинаются разные конструкторские и аэродинамические ухищрения. И британский вертолет Линкс. Классическая схема одновинтовой. Долгое время держал мировой рекорд 400 километров в час. Но сейчас этот рекорд превзойден машинами Сикорского. И вертолет Сикорский С-97 развивает скорость 440 километров в час. Но вы видите его конструкцию. У него два соосных вращающихся навстречу друг другу винта. И он разгоняется стоящим на карме толкающим винтом. Ну, тем не менее, здесь мы видим скорость в 440 километров в час. И это чуть больше, чем треть скорости звука. И, по-видимому, это и есть принципиальный предел скорости вертолета. Если какие-то превышения возможны, то очень и очень небольшие. Ну, а теперь наш традиционный концевой вопрос. И он будет таким. Мы снова рассматриваем вертолет одновинтовой схемы, летящий вперед на своей максимальной скорости. Ну, и, как мы уже выяснили, скорость движения наступающей лопасти, ее конца относительно воздуха, в этой ситуации все равно будет примерно в два раза выше, чем скорость движения относительно воздуха отступающей лопасти. Ну, и понятно, что тогда у наступающей лопасти будет существенно большая подъемная сила и возникнет все тот же опрокидывающий момент, о котором мы уже говорили. Но конструкторы ведь как-то справляются с этой ситуацией, правда? А как бы с этой ситуацией справились вы? Ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ютубе.